Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях президент благотворительного фонда «Любить и верить» Сергей Новиков. Здравствуйте, Сергей. В эти дни отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Вы, как президент благотворительного фонда, что можете сказать, какую работу вы проводите в эти дни, когда ведется по всему миру профилактика? Во-первых, 1 декабря действительно Всемирный день борьбы со СПИДом. Это вряд ли можно считать праздником. Это день, который приурочен к профилактическим мероприятиям. И цель наших благотворительных мероприятий – это профилактика, это не лечение ВИЧ-инфицированных и не помощь ВИЧ-инфицированным. Это профилактика, заражение ВИЧ. В эти дни в Рязани проходят лекционные площадки в нескольких учебных заведениях, к которым относятся среднеучебные заведения, колледж электроники, кооперативный техникум, медицинский колледж, в высших учебных заведениях, в РГУ, Рязанском медицинском университете, Академии ФСИН, также в нескольких школах. В этих учебных заведениях пройдут лекции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, будут розданы профилактические материалы, литература. И, соответственно, второй тип мероприятий, который будет происходить, это массовая раздача красных ленточек, как символа борьбы со СПИДом, как символа протеста, может быть, к данному заболеванию. В ближайшие дни это будет происходить на территории Рязанского медицинского университета и в нескольких торговых центрах. В прошлом году Вы также проводили подобного рода мероприятия. Вот на что это все направлено? То есть цель какая? Основная цель – создать общественный резонанс и привлечь внимание к проблеме. Это первая цель. Вторая цель – это повысить информированность населения о проблеме ВИЧ-инфекции. Ну и третья – призвать к тому, чтобы население города узнало свой ВИЧ-статус. Вот зачем это нужно? Некоторые сидят дома на диване и не понимают, может быть, боятся что-то узнать. Действительно ли нужно узнавать свой ВИЧ-статус или можно не узнавать? Ну, современное состояние проблемы таково, что, да, увы, мы не можем найти медикамента, который вылечит ВИЧ-инфицированного. Но на сегодняшний момент существуют препараты, которые, так скажем, пролонгируют, делают долгую жизнь ВИЧ-инфицированную. Поэтому, если человек вовремя узнает о своем ВИЧ-статусе, он всегда сможет получать терапию, которая сможет дать ему долгую жизнь. Ну, а вот умирают люди в основном от чего, заболев уже ВИЧ? Как это происходит? Смерть в основном происходит от присоединившихся каких-либо инфекций. То есть заболевание ВИЧ – это вирус иммунодефицита, то есть он подавляет иммунную систему человека. И, соответственно, от присоединившихся инфекций человек погибает, к сожалению. То есть если сидеть на диване, не узнать свой ВИЧ-статус, если действительно человек заражен, он может и от простуды умереть, правильно? Да, совершенно верно. А с терапией, в принципе? С терапией живут долго достаточно, до 20. Сейчас есть случаи, и более 20 лет люди живут. Уже заразившись, получается. А вот я знаю, что и детки здоровые рождаются, правильно? Совершенно верно. А как это вообще возможно? На сегодняшний день при проведении профилактических мероприятий, когда мама беременна, процент заражения всего лишь 1. То есть 1% детишек может заболеть. Если мама не знает свой ВИЧ-статус, соответственно, процент повышается до как минимум 50. Сергей, а как в Рязани вообще люди относятся к ВИЧ-инфицированным и вообще к этой проблеме? Да, действительно, по факту проведения каких-либо профилактических мероприятий, когда мы рассказываем о том, что заразиться при бытовом разговоре невозможно, при поцелуе невозможно и так далее, стигма немножечко уменьшается, и, соответственно, люди чуть более толерантны становятся. Но этот процесс, он очень долгий, увы, как к наркопотребителям, как к любому сумасшедшему, так и к ВИЧ-инфицированным, увы, относятся с большой долей настороженности. Ну а работать ВИЧ-инфицированным могут везде, где угодно или есть какие-то ограничения? На сегодняшний день приказами ограничена только лишь работа с кровью. ВИЧ остается самым, может быть, опасным таким заболеванием действительно или есть хуже все-таки болезни, заболевания какие-то в нашем мире? Где-то около порядка 1% насемления Земли считается ВИЧ-инфицированной. Но при этом смертность, конечно же, выше от сердечно-сосудистых заболеваний, от заболеваний онкологических, от разного рода травматизма и так далее. Конечно же, смертность выше от других соматических заболеваний. Скажите, а по статистике у нас в Рязани, какое количество заболевших, с какого года, может быть, это все фиксируется, наблюдается и где? – Статистика подсчитывается Рязанским центром по профилактике СПИД, который располагается в Рязанском областном кожно-геронологическом диспансере. Ведется статистика с 1991 года, когда впервые в России был зарегистрирован случай ВИЧ-инфекции. Основной пик произошел в 1999-м, в 2000-м годах. На сегодняшний день в Рязанской области зарегистрировано 4181 человек больной, вернее, ВИЧ-инфицированной. Это официальная статистика, то есть это те люди, которые знают свой ВИЧ-статус, у которых это было заболевание выявлено. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует умножать эту цифру на 3. То есть, скорее всего, всего где-то в Рязанской области порядка 12 тысяч человек. – Скажите, все-таки о смертности. Какова статистика у нас за прошедшие годы? – По статистике, с 1991 года в Рязани умерло порядка 1300 человек. – Как чаще всего теперь передается ВИЧ? Может быть, на что людям стоит обратить внимание? Как это было раньше, как это сейчас, как это в других странах может быть? – Спасибо за вопрос, потому что он на самом деле достаточно важен. Еще в 90-е годы и в начале нулевых мы говорили о преимущественно игловом, так скажем, парентеральном пути передачи ВИЧ-инфекции. Связано это было с поголовным, с огромным распространением парентерального употребления наркотиков. Героин на тот момент, дазморфин и так далее. На сегодняшний момент ведущий путь передачи – половой. И здесь я, как практикующий врач-психиатр-нарколог, усматриваю следующую связь. Все-таки все меньше и меньше людей употребляют наркотики внутривенно. Основное количество наркотиков сейчас – это курительные наркотики в основном, но которые при этом растормаживают сексуальное поведение. То есть любое употребление наркотик, неважно, парентеральное или какое-то еще, оно все равно повышает риск заражения ВИЧ-инфекцией. Возвращаемся обратно, получается. Совершенно. Все это наркомания, все это все равно немножко взаимосвязано. Это очень взаимосвязанный процесс. И называется что ВИЧ-инфекция, что наркомания, что алкоголизм – это проблема поведения. Вот именно как раз наша благотворительная организация занимается проблемами поведения. Уже многим известно, что в Екатеринбурге и Томске власти говорят уже чуть ли не об эпидемии ВИЧ. Действительно ли это эпидемия или может быть в принципе в других регионах ситуация примерно такая же? Сколько у нас по цифрам в Рязани вообще человек умирает в год? В этом году умерло от ВИЧ-инфекции порядка 76 человек. Это данные официальные статистики. По сравнению с прошлым годом это 67 человек. То есть смертность все-таки растет. Говоря о Екатеринбурге, действительно в средствах массовой информации прошла вот эта информация о фактически эпидемическом распространении. Об эпидемии мы можем говорить, когда цифры переваливают за 1% населения. То есть это достаточно много. Но при этом мы понимаем, что и Екатеринбург, и Томск, они издавна считаются, ну так скажем, наркотическими столицами России. Уровень распространения наркомании там крайне высок. И в то же время мы прекрасно понимаем, что Рязань, увы, тоже не ушла далеко от этих городов. То есть уровень наркомании в нашем городе тоже достаточно высокий. Соответственно, скорее всего, у нас цифры приблизительно такие же. Проблема лишь в том, что люди не идут узнавать свой ВИЧ-статус. Или даже если они знают, что был какой-то незащищенный половой контакт, или, ну скажем, было употребление парентерального наркотика, иглового наркотика, они просто-напросто, ну может быть, боятся огласки, может быть, еще чего-то. Но не обращаются для того, чтобы встать на официальный учебник. Скажите, а вот в том году, когда вы проводили мероприятие профилактические, отдача была от населения? И вообще, какая она должна быть? Что им нужно вообще сказать этим людям, которые смотрят на всю вашу профилактику? Что им нужно сказать? Ну, во-первых, конечно же, уровень информированности, он повышается. В результате уровень информированности о проблеме, о путях передачи, о путях защиты и так далее. Но, увы, что мы увидели в прошлом году, обращаемость за анонимным обследованием все-таки не выросла. Спасибо вам за эту встречу. Будем надеяться, что в этом году люди проявят себя и действительно начнут более ответственно относиться к себе и близким своим окружающим людям. Правильно? Спасибо вам. Приходите к нам еще. До свидания. С удовольствием. Всего хорошего. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова